Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. «Ты взял мои грехи». Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последовательный. Я думаю, что это то, в чем церковь должна покаяться, что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали людей, давали им лживое представление о том, что значит быть истинным христианином. Вы не можете стать истинным христианином без покаяния. Не существует веры без покаяния. Библия говорит, что всем людям повсюду нужно покаяться. Вы можете спросить, почему всем людям повсюду? Позвольте мне дать вам ответ из пророка Исаия. Исаия, 53 глава, 6 стих. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийства или были идолпоклонниками, или украли что-то. Может быть, даже никогда мы и не солгали, но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь – это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши динаминционные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа. Но мы все пошли своим собственным путем. И затем там говорится, «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое «совратиться на свой собственный путь»? Это грех. Это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит, «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа, мы не можем покаяться. Это видно так и ясно из 79-го псалма. Псалом 79. Та же самая фраза повторяется три раза в этом псалме. В версии перевода, который я читаю, в стихе 4-м говорится, «Боже, восстанови нас, да высияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано «восстанови нас», еврейский оригинал говорит «поверни нас обратно». Другими словами, «дай нам покаяться». И это звучит там три раза, в стихе 4-м. «Боже, поверни нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Стих 8-й. «Боже, сил, поверни нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20-й. «Господи Божий сил, поверни нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент в нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя. Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Иеремии», глава 5-й, стих 21-й. «Плач Иеремии» — это книга скорби Иеремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Иеремии», 5-я, глава, 21-й стих. И в этом переводе говорится, «Поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». «Обнови дни наши, как древние». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент в каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни. И немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил. И мой кружок посещало четверо или пятеро моих служивцев. Это было в пустыне в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал, «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил, почему? Он ответил, «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен». Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах. И он был самым несчастным человеком, которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. «У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему». Я помог его жене, она была спасена. Я не знаю, какой был его конец. Но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать, «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему «принять спасение». Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему. Кто знает, как он закончил. В Библии говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха. Служение Иисуса. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. «Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе?» Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» «Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» «Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Есть только две альтернативы. «Покайся» или «погибнешь». Это слова самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние – это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры. И затем мы продолжим на следующем собрании. В Послании к Римлянам, 10 главе, 17 стихе, которое я цитировал вам раньше, говорится. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника – Божьего Слова. У нее есть только один фокус – Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском, «У меня есть великая вера в моего врача», или «У меня есть вера в политическую партию», или «У меня есть вера в определенное лекарство» или «Диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». И так есть взаимоотношения между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера – это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера – это сущность. Вера – это то, что реально, в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера – это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к Римлянам 10 глава 9 стих говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». В Новом Завете вера – это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера – это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению. Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании фессалоникийцам, в пятой главе восьмом стихе, Павел говорит об обоях, и он использует очень интересную картину. Первое послание фессалоникийцам, пятая глава восьмой стих. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции? Вера – это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда – это шлем. Что защищает шлем? Голову. Правильно. Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего, потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом Вечным. Если это ваша надежда, вы можете быть депрессией, вы можете быть подавленным, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда, надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе Послания к евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава Послания к евреям. Великая глава веры. В 3 стихе 11 главы говорится, «Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, сферу невидимого. И во 2-м послании к коринфянам, 5-й главе, 7-м стихе, Павел говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят, «Когда я вижу, я поверю». Нет, это неправда, потому что когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите. Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят, «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и еврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины. Это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера – это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмэна» и греческого «пистис». Оба эти слова, прежде всего, означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал Своим ученикам, «Но вы пребыли со мной в напастях Моих». Это вера. Это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем это. Послание евреям. Третья глава, стих первый, говорит. Итак, братья святые, участники в небесном звании, вы разумеете посланника и предосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Помните, это важно. Иисус является предосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш предосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем посланник евреям, 4 главе, 14 стихе, говорится. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего в небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». В Евреям, 10 главе, 21 стихе, говорится. «И имея великого священника над Домом Божиим». Стих 23. «Будем держаться исповедания упований неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится неуклонно. Почему? Почему говорится? «Будем твердо держаться исповедания нашего». Причина в том, что есть множество сил, которые будут противостоять этому. Большое давление встанет против нас. Множество того, что будет пытаться подавить нас и подорвать нашу веру. И это сражение решимости, это сражение терпения. В заключение, я должен сказать вам, неохотно, вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви, «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержившая испытания. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными, вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущим, хотя и огнем испытываемого золота, похвалия чести и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. Знаете, какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok